Спасибо клиенту, Маркака. Помогли мне. Ну что ты? Нет, это все. Это просто, если вырезать, просто он, говорит, там у тебя рассосался в организме. Ну, короче, уколчик тебе просто, да, сделали? Ну, куда вшивали, туда это делали. Вот так вот, там же противоявление и все. Ребята, всем привет! Серега. Приветствую вас, ребята, всех. Короче, как вы поняли по названию видео, мы с Серегой едем раскодировать его. А почему все это происходит, Сергей, расскажи. Ну, потому что, ну, не могу выдержать год ничего. Короче, да. Серега вообще никак не может выдержать этот накал страсти. То, что ему всегда хочется выпить. Пивка. Да, и вы сами все видели, то, что он был два дня в коме, то, что, короче, алкоголь его чуть не погубил. Сами понимаете, то, что от этого мог произойти там инсульт, его могло там парализовать, и он бы сейчас мог быть недееспособным. Серег, я, конечно, не понимаю твой ход, твою логику, зачем ты вообще тогда кодировался, раз ты морально, по сути, не был к этому готов. Что тобой двигало вообще? Ну, не знаю, хотел попробовать. Ты хотел, ты подожди, ты хотел кому-то что-то доказать, показать, какой ты крутой, то, что ты можешь бросить пить, да? Ну, ты не понимал, как это все сложно, потому что алкогольная зависимость, это самая серьезная, наверное, такая штука, очень серьезная. От этого люди погибают, от этого много всяких проблем у людей. Ну, сам все знаешь, у тебя у самого от этого проблемы, и жизнь по накатанной вся как-то идет. Ногу, половину ноги ты из-за этого потерял. Да. Что ты вообще хочешь сказать по этому поводу сам еще? Не знаю, ну, я тебе позвонил, чтобы ты меня раскодировал, ты же сам говорил, если у тебя будет сильно-сильно желание выпить, чтобы я тебе позвонил, не рисковал. Есть такое. Кстати, ребят, еще могу сказать такое, то, что вот Серега, когда вышел из больнички, он в этот же день сразу лупанул пивка, потом прошло еще пару дней, и еще пивка. То есть, короче, он понял то, что от водки его там, ну, в кому он может уйти, а от пивка как бы ему нормально. И такой для себя лайфхак нашел, то, что, как бы, водочка-то она в кому может унести, а пивко нормально идет, крепкое. Там, балочку-девятку ты попиваешь, да? Пиваю. Сусатку после работы. Баночку пропускаю. Да не баночку, бутылочку, что-то. Бутылочку, ну. Да. И потом тебя опять видели, блин, пьянющим, ты подрался, да, там-то с кем-то? Да. Ну, это все такое, в общем. Короче, смотри, Серег, сейчас я тебя раскодирую, и больше с этими просьбами, ну, не надо ко мне обращаться. Потому что туда-сюда, какие-то игры твои, мне они не очень нравятся, да и подписчикам тоже, ну, как бы, зрители не очень это одобряют. Они сразу сказали, что ты не вывезешь этот своеобразный такой челлендж для тебя. Потому что ты еще не на полгода даже сказал, а такой с уверенностью, что я год не буду пить. Так что, вот, ребят, едем раскодироваться, потому что Сереге это надо. Да. Иначе что, Сергей? Иначе... Ну, шутить нельзя, с этим, в общем. Ну, так ты уже, знаешь, ты уже злую шутку-то сыграл. Тебе даже вот не научила ничего та ситуация, в которую ты в кому-то попал. Ты же одной ногой, по сути, на том свете был, но для тебя это, мне кажется, неважно даже. Тебе это никакой урок жизнь не преподнесла. Чего не преподнесла? А я бы тебе не стал зорвить, чтобы не раскодировал. Да, ну, это понятно. Но после того, как ты загремел в больничку, ты пошел и сразу пиво лупанул. Понимаешь, пиво лупанул. Ты вот чуть не умер. И ты пошел, нас сразу баллон засосал этой Балтики-девятки. Что у тебя в голове, я не понимаю, Сергей. Ну, что, рисковал, рискуется. А вот, подожди, а риск-то оправдан вообще? Да нет. Нет? Ничего. Что круче, вот кайфануть от алкашки или жить нормальную жизнью? Да, почему? Нормальную жизнь тоже, ну, жить. Да нет. Мне охота иногда расслабиться. Понимаешь, я считаю как? Я считал так, то, что кодировка, она тебя не удержит, потому что у тебя на психологическом уровне надо лечить от этого. У тебя это все в голове проблема. А то, что тебя зашило, зашили, да, это тебя там немножко сдерживало. Но потом окружение твое, да, в котором ты находишься, там же и работящие там мужики у тебя, и они пьющие, они немножко подстрекали тебя. Ты видел то, что они пьют, и тебе тоже хотелось. И все еще зависит от общения, от комьюнити, в котором ты находишься. И как бы это очень важно. И я считаю то, что тебя еще немножко, ну, как это сказать? Ну, типа, говорили, вот, ты закодированный, это все фигня. Говорили тебе такое? Да. Типа, да че ты закодированный, да давай хряпнем водки там, че ты. Да и писали комментарии там, читали комментарии. Но я тебе, знаешь, что могу сказать? То, что в этой ситуации никогда никого слушать не надо, потому что это твоя жизнь, и с этим лучше не шутить. Не надо вестись на провокации. Ничего с собой не могу поделать. Ну, вот я тебе и говорю, тебя надо лечить на психологическом уровне. И, возможно, тебе нужна женщина такая, которая тебя будет в ежовых рукавицах держать. Потому что у тебя, знаешь, Серега, я тебе могу сказать, у тебя характер. Ну, ты, если честно, ты слабохарактерный в плане вот выпивки, да, да, да. Ты не можешь, короче, перед этим устоять. Но если бы у тебя была женщина, да, такая вот прям, которая тебя держала бы, я думаю, она бы смогла как-то повлиять на это. Конечно, смогла. Ты тоже так считаешь, да? Да, да. Ну, сложно. Возможно, она бы тебя так, ну, чем-то заняла, что у тебя даже мысли не было о том, что тебе надо прибухнуть. То есть она тебя каким-нибудь хозяйством припахала, там, я не знаю, где-нибудь в огороде. Да, да. Чтобы ты даже не смог там подумать, типа, вот мне надо бухнуть. Мы, в общем, проверили эту всю теорию, то, что сможешь или не сможешь ты продержаться. Не смог. Не смог. Подписчики, значит, зрители говорят все правильно. Они чувствуют, а аудитория прям такая, ну, чувствительная. Они могут все наперед приугадать уже. Побольше, кстати, пишите, вот, что, как вы думаете по каждой ситуации, там. Потому что вы тоже такие вперед немного можете забежать и, как бы, разрисовать всю ситуацию уже, что, как и будет. У вас это очень хорошо получается. Да. Все, все, как вы. Там очень много, очень, очень много умных людей. Нормальная, в общем, аудитория, которая меня, в общем, устраивает. И они тебе, ну, как бы, добра желают. Но, с другой стороны, они понимают то, что ты, ну, если так выразить, ты алкаш, ты алкоголик, алканавт. Правильно? Я этого не отрицаю. Это, ну, в принципе, это диагноз. Это болезнь. Болезнь, да. Ее надо лечить в голове. Это все у тебя в голове, это на психологическом уровне все. Тебя может вылечить только, наверное, женщина. Тебе жениться надо, Серега. Да, жениться, с удовольствием занялся. Жениться и на нормальную работу устроиться. Да. Тебе нужна какая-то мотивация. В чем ты должен, в чем ты должен мотивацию, в общем, увидеть и идти к этой цели. Ну, ты говорил то, что женщина, да, тебя мотивирует? Да. Женщина, семья, да? Да, устал от этого мотивации. А сколько, Серега, лет ты уже пьешь? С малых лет пью. Ну, как с малых, ты должен помнить. Ты же помнишь свой... Первый раз я напился пять лет. В пять лет напился? Мы поили. Мы уже кипели, мы поили. А родителям было пофигу, да? Почему? Мать потом орала и пила. Мы напоили все. А чем, водкой? Вином. Первый раз в пять лет ты попробовал, вкус ощутил. А потом, когда вот прям, ну, когда выпивать начал? Скоро уже закончилось. Там и курить, да, начал? Да. И все. Короче, ребят, пришли. Пойдем. Проходим. Здрасте. Здрасте. На раскодировочку, товарищ. Оплаты были... Наличным. Наличным. Да, да. Предупредили. Три тысячи, да? Да, да. Можете это? Имплант ему на память оставить? Нет, я не буду. Он там уже не в том виде. Я сделаю укол. Укол сделаю. Сделаю укол. Он через сутки окончательно все нейтрализует. Да, и он это... Ну, у него должно быть в голове все на память. Ага. Там укол. Все. Все уколом, короче. Ну, все. Все нормально будет. Ну, то есть, результат? Ну, результат будет такой, что завтра может быть. Ага. Ну, это уже... А он уже сегодня хочет. Ну, сегодня не желает, а то торкнет. Ну, смотри, Серег. А кошать-то ему можно будет? Кошать надо. Ну, все. Ну, что? Все. Все на оплату? Нет, здесь можно. Ну, что ты? Ну, не полку. Да, это все. Это просто... Если вырезать его, просто он, говорит, там у тебя рассосал. Короче, уколчик тебе просто, да, сделали. Ну, куда вшивали, туда это делали. Вот так вот, прям, противояние сделают и все. Ну, нормально. Главное, сегодня не пить, а то торкнет. Говорит, то, что пил будет пить. Сегодня? Да. Все, не жаль. Я уже сколько раз пил. Сучарки. Он в коме уже был даже. И так вот. Я только вам передаю, что лучше... Рекомендацию. А вы сами же там скатите в реанимацию второй раз? Нет. Ну, пожалуйста. Все, спасибо большое. Всего удачи. Всего удачи. Серега, сказали, пить нельзя. Ты проигнорируешь эту рекомендацию? А пиво. Выпью перец. Пиво, да, значит, выпить хочешь, Сережа? Да, можно. Слушай, насколько у тебя желание преобладает, я вот понять не могу. Поленишь. Поленишь. Он же тебе сказал, что можешь опять в реанимацию попасть. Да, я думаю. Фигню, да, сказал? Не шарит мужик вообще никак, да? В реанимацию с похмелья могу попасть. Ну, думаешь, короче, он фигню, да, говорит, не прав? Он сказал, хотя бы сегодня рекомендацию такую дал. Ну, ну, что, мне рекомендацию давали, надо. Пиво, ну, что. Болеет только себе. Сейчас тебе напишут в комментариях врачи. Я так-то прислушиваюсь в комментариях, что-то почитаю сейчас. А к врачу не прислушивался, да? Планшет куплю. Пустам. По дешевке делать планшет. Ну, ребят, напишите ему там что-нибудь. Он потому что будет читать скоро? Да, буду читать. Что-нибудь хорошее, там, напишите ему. Да, 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 да. Не советую, дайте. Ну, в общем, Серега раскодировался, ребят. Сделали ему укол. После того, как он начнет действовать, это будет завтра, да, уже? Вместе с Уриной у тебя должно все выйти. Весь этот препарат. Стоил этот укол, там, 3 тысячи рублей. 3 тысячи, да. Да. Но Серега уже хочет сегодня почему-то выпить. Хотя ему говорится, что сегодня не надо. Ну, это его дело, в принципе. Его жизнь. Спасибо, Саня, что раскодировал. Пошел на встречу. Слушай, ты, по-моему, сейчас более счастливый, чем когда кодировался. Да нет, почему? Ну, у тебя какие-то живые эмоции, типа. Спасибо, Саня, что раскодировал. Ну, почему? Ну, я сам сказал. Я хочу с вами. Короче, ребят, как-то так все. Серега теперь раскодирован. И может пить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это так смешно звучит. Может пить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы смотреть видео первым. Ну, короче, ребят, как-то так. Всем добра и благ. Всем пока. Давайте. До свидания. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»!